В 2005 году закончил университет, начал работать судебным исполнителем хозяйственного суда Витебской области, далее работал помощником председателя этого суда, после чего переехал в Минск, высший хозяйственный суд Республики Беларусь, работал главным специалистом главного права управления высшего хозяйственного суда Республики Беларусь, далее помощником председателя хозяйственного суда Республики Беларусь. И вот с января 2012 года по настоящий момент являюсь главным советником, помощником председателя экономического суда СНГ. Экономический суд СНГ создан был 6 июля 1992 года. Вот уже 22 года он существует. Этот суд, который вправе рассматривать споры, которые возникают между государствами, а также единственный орган, который имеет право официального толкования международных соглашений, которые заключены в рамках Содружества независимого государства. На 1 января 2014 года суд рассмотрел 114 дел. И еще 4 дела на сегодняшний день находятся у него в производстве незавершенных. Из этих 114 дел было 13 дел по спорам между государствами и 101 дела о толковании. Все дела, которые на настоящий момент находятся в производстве, также дела о толковании международных соглашений, которые в рамках СНГ заключены. Суд действует в составе судей. Каждое государство, которое заключилось в соглашении о статусе суда СНГ, это 6 государств на сегодняшний момент, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. Вот они направляют судей в экономический суд. По одному суде от каждого государства может быть направлено и судьи экономического суда, каждый представитель своего государства рассматривает вот эти споры. И либо рассматривает дела о толковании соглашений о рамках СНГ. Если сказать самое известное, то это был спор, по-моему, в 2009 году между Республикой Беларусь и Российской Федерацией по поводу введения таможенных пошлин на нефть. Там стороны спорили о том, что могли ли они таковы им быть, либо нет. Но, к счастью, для государства, участие спора для экономического суда в целом, дело решилось мировым соглашением. Я всем студентам желаю хороших оценок, в первую очередь, считаю, что они студенты. И всем студентам я желаю верить в себя, верить в светлое будущее. И я верю, что если они этого захотят, они этого добьются, и каждый выберет ту работу, которая будет ему интересна, которая будет его удовлетворять, как в институальном плане, так и в материальном плане. И я желаю, чтобы все студенты начали такую работу, на которую бы они с улыбкой приходили, с улыбкой с ней выходили.